За прошедшие сутки на Театре военных действий произошли следующие изменения. На Харьковском направлении контратака ВСУ на Терновую провалилась. Войска, понеся значительные потери, отступили назад. Украинская сторона продолжает перебрасывать людские резервы на линию соприкосновения. В районе Комсомольского озера кракеновцы организовали обучение добровольцев в свои ряды. В Новобарском микрорайоне Харькова ракетным ударом были уничтожены позиции 92-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. На Изюмском направлении российские войска сумели занять стратегическую высоту Пришип, что важно для дальнейшего продвижения на Славянск. На восточном берегу Северского Донца российская армия окончательно зачистила местность от Светогорска до Ямполя. Теперь позиции ВСУ в районе Славянска находятся в радиусе охвата ствольной реактивной артиллерии. В районе Долгенького российская артиллерия, помогая бойцам в наступлении, наносит удары по украинским подразделениям, находящимся в лесу. Также возле Долгенького был сбит украинский штурмовик Су-25. Со стороны Курульки союзные войска вышли к селам Ивановка и Шнурки. На Луганском направлении войска Российской Федерации и ЛДНР взяли под контроль аэропорт Северодонецка. Для украинского гарнизона, удерживающего поселок Воронова, возникла реальная угроза оказаться в окружении. Транспортная связь с украинскими подразделениями из Боровского пока что осталась. Тем временем, с южной стороны Боровского союзные войска продолжают вытеснять ВСУ из данного поселка. Севернее Камышевахи союзными войсками взяты станция Светланово. Кольцо вокруг Горского продолжает сжиматься. ВСУ за счет постоянного пополнения резервов удается удержать линию обороны населенных пунктов Яковлевка, Белогоровка, Берестово и Николаевка. В городе Новоград-Волынский Житомирской области Российская армия нанесла удар по учебному центру иностранных наемников, которые находились в казармах 12-го полка оперативного обеспечения ВСУ. Со стороны Украины был обстрелян приграничный поселок Хатмышск-Белгородской области. Жертв и пострадавших нет. Среди домовладений есть разрушения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова